пропускаю 59 год потому что часть его событий рассказал в предыдущих годах и 1260 явно значимый кстати 1260 это начало эры царства святого духа по иоахиму флорскому то есть это монах как я уже говорил который жил лет за сто до этого он предсказывал что же 1260 года будет падать могущество католической церкви и наступит эра святого духа то есть эра милосердия когда вместо вот жестких правил католической церкви вместо репрессии вместо инквизиции наступит вот именно как бы царство разума но в какой-то степени это оправдалось то что наступил ренессанс очень скоро уже данте скоро родится и начнется действительно возрождение европы и авторитет католиков упадет настоящее время ниже плинтуса сейчас они там вообще во всяких педофильских этих скандалах в общем так их да и будут гнобить они никому не нужны будут все ниже и ниже опускаться уже ассоциируется в европе в основном там с педофилами и гомосексуалистами и так далее католической церкви ну и думаю что и дальше их они их вина перед европой огромная и светлые силы европы это не оставят и просто скорых вообще там за грязь будут считать за полную и уже многие так считают перехожу к 1260 году как я уже говорил монголы разрушили багдад фактически после чего они основных войска перешли в хамадан и восточный азербайджан где в основном все мусульманские правители либо еще раньше монголам подчинялись либо вот когда они пришли подчинились но там сопротивлялись курды которые подняли восстание тоже мусульмане и они героически сражались монголами фактически монголы весь 59-й год потратили на курдов это задержало их наступление однако после этого они продвинулись сирию сирии это было другое государство это были мамлюки то есть в багдаде был вообще-то халифат который они уничтожили а в сирии там были мамлюки правили на тот момент султан кутуз и фактически заместителем был бейбарс который потом тоже будет султаном про которого тоже расскажу безусловно великий воин но 12 сентября 59 года монголы напали без всякого предупреждения на султанат как раз мамлюков то есть египет плюс сирия и начали его захватывать они шли как обычно широким фронтом то есть отдельные части там одни города другие другие города на карте просто направлении как двигались основные силы а так они еще по периметру там ноги то есть они пытались уничтожить и захватить всю территорию обычно монголы основной был главнокомандующий китбуки который шел в авангарде и соответственно сам хулагу хулагу это значит хан ирана то есть это руководитель всего вот это вот всей провинции монгольской который включал иран и язык кавказе или хана их потом называли но в принципе они довольно долго задержались сирии практически всю вторую половину 59 года хотя на их стороне выступили армении вот киликийская армения и антиохии то есть крестоносцы за помощь они дали армянам и крестоносцам дополнительной территории когда они захватили сирию они отрезали часть территорий что конечно потом за ними не сохранилось 18 января 1260 года осадили город халеб который героически сопротивлялся и был полностью тоже разграблен уничтожен 6 дней они его жгли и убивали часть при этом правители сирии она подчинилась монголам и они начали настраивать их активно против египта то что все как я уже говорил недавно совсем в египте пришли к власти мамлюки и сирийских арабов разбили была война и сирии там они были недовольны тем что тюрки у власти в египте и этим тоже монголы воспользовались хотя конечно это совсем была глупость так как ранее монголы уничтожили множество арабов и арабы конечно зря за монголов некоторые пошли в этой войне ну в общем вот так продвинулись они до дамаска который сдался им без боя вот вероятно это вот местные арабские лидеры они решили сдаваться монголам на том этапе 1 марта 1260 года то есть примерно полгода они провоевали в сирии 1 марта они уже взяли дамаск то есть главный город сирии тем временем вот как раз в марте пришли известия из монголии о том что умер великий хан мунг и там началась гражданская война которая сейчас расскажу причем хулагу он был на стороне хубилая соответственно хулагу решил все-таки основные войска тем более он посчитал что уже взяли дамаск а арабы сирийские ему рассказывали что якобы в египте слабо этом сим но вот хулагу он счел что нужно основные войска отвести возможно будет участвовать гражданской войне насколько я понимаю они там до войны не дошли но он их оттянул ворон на случай если вот коалиция врагов хубилая она будет воевать в иране или за кавказе хулагу думал что если победит коалиция против хубилаев который входила золотая орда то золотой орде передадут за кавказе основная причина была поэтому он отвел искать чтобы защищать свои вот эти владения ирана за кавказе однако перед тем как уйти он отправил в каир султану кутузу то есть тюрку он отправил ему письмо ультиматум где дословно говорил следующее великий господь избрал чангисхана и его род и все страны на земле пожаловал нам каждый кто отвернулся от повиновения нам перестал существовать вместе с женами детьми родичами рабами и городами как всем должно быть известно то есть по мнению значит хулагу бог так сказать отдал весь мир монголам но там конечно были тюрки в египте они конечно послали все это нахер убили всех этих послов и решили воевать за свободу египта несмотря на все эти угрозы и так далее на чьей стороне бог мы в процессе войны разберемся решили они китбука которому оставили примерно 15 тысяч человек может быть даже и 10 начал наступать в палестину где тоже его некоторые там героически сражались гарнизоны некоторые ему открывали ворота он поэтому думал что он будет так легко до самого египта наступать частности его отдельные отряды взяли газу то есть он немножко рассредоточил там примерно на 5 тысяч по территории в кое-где гарнизоны раскидал я основная от этой армии 10 тысяч она двигалась к иерусалиму ну где-то вот под иерусалимом кутусы бейбарс как раз его устроили битва битва при айн джалуте довольно известная 3 сентября 1260 года один из важнейших моментов в истории азии во время битвы неоднократно наносили поражение монголы то есть частности они разбили левый фланг пытались окружить несколько раз были мамлюки близки к поражению однако кутус султан он тем не менее смелость проявил бросал войска в атаку не сдавался не отступал и им удалось убить китбуку то есть руководителя монголов после чего они все побежали монголы их жестоко убивали в том числе будучи султан бейбарс там участвовал в разгроме их всех окончательно в том числе их убивали местные жители палестинцы которые видели что это пришли грабители убийцы и так далее монголы пытались скрыться там где-то в болотах по реке иордан в тростниковых полях где их отлавливали значит вот тюрки и арабы и убивали их там всех по всей видимости практически все вот это войско в 10 тысяч человек было полностью уничтожено после чего начались восстания в дамасске и по всей сирии и очень быстро мамлюки прошли освободили сирию потому что там уже все местные жители поняли кто это такие все уже от них натерпелись от монголов они просто все восставали их убивали но надо сказать что тут двоякий эффект этой битвы во первых да спасли египет и остановили по наступлению монголов это вся экспедиция по захвату египта провалилась с другой стороны багдад отбить не смогли они освободили только сирию и война затянулась примерно еще 50 лет будет тяжелая война с монголами за сирию в которой также прославится султан бейбарс султан бейбарс кстати потом поставил памятник в этом айнджалуте памятник победа называется но и вот бейбарс он будет героически защищать сирию от монголов значительной части монголов будут стянуты на этой войне но большой психологический эффект то что все думали что монголы непобедимы как вот сами монголы писали что дескать вот аллах им всю землю отдал как выяснилось это они преувеличили потому что вот эта битва показала что монголов можно бить и нужно бить но и также надо сказать что и в украине их даниил гальцкий тоже бил этот же период чуть пораньше правда и реально было если вот все действительно всей землей взялись за этот вопрос они могли бы на тот момент освободить от монголов значительной территории но вот многие пытались использовать монголов как те же крестоносцы александр невский и к сожалению сохранилось их владычество еще надолго это значит что продлятся тяжелые войны то что монголы вели дальше захватнические воины всякие что касается гражданской войны в монголе которая опять на какое-то время монголов остановила при осаде какой-то деревни уже на самом юге китая мунгкэ погиб и там получилось два лидера хубилай и арик буги они были два брата причем хубилай был популярен непосредственно в войсках которые были в китае а арик буги среди знати монгольской в мае 1260 года в кайпине хубилай собрал курултай непосредственно из фронтовиков то есть вот из тех сил которые воевали в китае и там его прогласили ханом а арик бугу бежал каракарум и там собрал тоже курултай в каракаруме в июне шестидесятого года где его тоже прогласили ханом причем там его про ханом прогласили как бы вот коренные монголы все вот эти аристократы они просто вот съезд значит с фронта съезд войск южного китая и поэтому значит арик буги считал что он более более правильный курултай провел и он более легитимен потому что его больше поддержал именно из-за авторитетных монголов началась война за арик буги выступала золотая орда берке который правил выступал чагатайский улуз го который правил и собственно центральная монголия сибирью сибирь входила центральную монголию а за хубилая выступали в основном фронтовые части то есть хулагу который правил иран у которого конфликт был золотой ордой и собственно вот эта вся армия которая в китае но фронтовые части это основные были то есть вот так получилось что по территории как бы и по легитимности то вообще-то арик буга он вроде как лучше было по войскам то хубилай потому что за него было основное войско поэтому во первых убилай провозгласил столицу в пекине то есть там где как раз у него вот его фронтовики были и перенес фактически столицу из каракарума в пекин и вот тогда как раз вот этот хан балык он сначала назывался да а теперь называется пекин вот тогда пекин стал уже столице действительно китая будущего на то что фактически монголия начнет скоро превращаться в китай но и вот опираясь на свою столицу в пекине сначала хубилай он пытался отрезать его от всех поставок продовольствия в частности они отбили же китай из которого поставлялась хлеб до потом шестьдесят в 1922 году войска которые поддерживали хубилай они захватили уйгуров и тангутов и получилось что единственная земледельческая территория это сибирь осталось то есть енисей монгола ниже скотовода снабжение продовольствием оно получалось только из енисея сибирь тогда была сельскохозяйственной уже но конечно все равно мало развитой то есть только за счет енисея снабжать армию не мог олег буга а его союзники из золотой орды были далеко и конечно не могли ему помочь продовольствием существенно в результате в 1261 году в ноябре состоялось несколько сражений в районе каракарома уже между хубилаем и орех богой и в результате орех буга потерял каракаром до шестьдесят четвертого года продолжал воевать 21 августа 1264 года арик буга сдался хубилаю и теперь был один хан но пытались организовать суд пока организовали суд этот арик буга умер в тюрьме возможно отравили потому что но все таки суд над своим братом это два брата воюет суд над братом все таки как бы было позорно поэтому хубилай видимо решил брата просто убить но то есть вот четыре года гражданской войны у монголов они все их силы стянули и сорвали дальнейшие планы захватить египет и южный китай однако после окончания этого хубилай продолжит конечно завоевание довольно важное событие в италии 1260 год надо рассказать битва при монтоперти это между гвельфами и гибелинами гвельф и гибелинами там времени уже две сформировавшиеся партии надо сказать что гвельфа это партия жуликов и воров то есть это партия поповских жуликов и венецианских воров в нее гвельфы выступали за то что в италии и вообще во всем мире должен править непосредственно папа римский то есть это прокатолическая партия а гибелинами считали что должна править светская власть в лице императора германии и италии на гвельфов поддерживали как правило так называемой торговой республики результате чего иногда считают что вот гвельфы как бы вот они были за буржуазию или что-то там еще но на самом деле это механический перенос кого имеют ввиду под республиками и буржуазии венецию и геную которые в основном были морскими пиратами но также и торговали то есть фактически это разбойники под торговлей они имели ввиду что будут торговать только венецианцы всех остальных нужно убить кто там торгует на этих территориях то есть они торговлю осуществляли собственно пиратскими способами они устанавливают монополию свою то что торговать могут только венецианцы это не совсем буржуазия то что буржуазия на только рыночными же методами действует да и если вот в американской французской революции 18 века и в революции английской конечно буржуазия выступала действительно прогрессивной силой так это другая буржуазия это были торговцы владельцы там мастерских фабрик это люди которые занимались производством конечно они хотели свернуть власть феодалов венецианская даже не буржуазия венецианская вот этот торговая верхушка она наоборот действовала насилием захватами там пиратствовала и так далее ни хрена они не производили они просто вот установили торговую монополию из нее вот имели все свои великие доходы это не производительные силы это не прогрессивная партия они поддерживали папу римского папа римский организовал крестовые походы основной вообще эффект от всех крестовых походов имела венеция в результате этих походов они как раз установили свою торговую гегемонию вот во всем этом то есть фактически крестоносцы и папа римский это проститутки на службе венецианских пиратов которые захватывали для этих пиратов значит гавани там территории помогали пиратам полностью господствовать на море чтобы не могли там мусульмане положить конец их не уператства и так далее вот кто такие у нас гвельфы гибелины как раз является прогрессивной партией в нее кстати входили не только рыцари рыцари ходили мелкие гибелинов но также и крупные города италии промышленные то есть те которые производили реально допустим они ткани производят ломбардии а потом за бесценок эти ткани покупают у них венеции продают за кучу денег на востоке чем смысл базара то и венеция на этом наживается а папа римский все это прикрывает демагогии церковной а вы видите как раз производители они в пролете поэтому производители поддерживали гибелинов надо сказать что всем известный данте был гибелин и он подробно обосновывать своих работах почему гибелины это прогрессивная партия гвельфы это просто мудаки и подонки и об этом данте пишет очень много то есть возрождение начали именно люди гибелинов потом вернули культуру наук критику католической церкви и так далее поэтому категорически я во всех этих сражениях конечно на стороне гибелинов и далее буду их и дальше поддерживать фактически фридрих основатель партии гибелинов император немецкий но такого по поводу монтепертии флоренция на тот момент поддерживала гвельфов а сиена соседний город она поддерживала гибелинов это два крупных торговых финансовых города с 1251 года сиена официально на стороне гибелинов воевает воюет иногда заключается там перемирий иногда возобновляются войны в общем после того как фридрих умер война конечно продолжилась но так с переменным там иногда мир заключался в пятьдесят восьмом году война продолжилась пятьдесят девятом году прежде подошли туда войска короля манфреда императором был сицилийский король манфред на тот момент и он собственно воевал с папой римским 18 марта 1260 года гвельфы попытались осадить сиену но были там разбито жестоко то есть из флоренции после этого поступили новые подкрепления от манфреда 800 всадников то есть рыцарей но там были рыцари плюс городское ополчение сиена то есть рыцари плюс собственно торговцы ремесленники и так далее это коалиция антикатолическая состав гвельфов помимо флоренции из ближайших городов входили болонья перуджа и так далее то есть вот те которые для которых было значимое покровительство папы римского гвельфы хотели отомстить вот за поражение в марте поэтому 2 сентября 1260 года они опять выдвинулись туда значит под сиену примерно гвельфы собрали 30 тысяч пехотинцев и 3000 всадников то есть у них серьезные силы были собраны со всей италии и гибелины собрали 20 тысяч солдат из них где-то 2000 были от короля манфреда в основном это было ополчение городов сиена и пиза в основном это были ремесленники которых вооружили ну то есть вот 20 тысяч гибелинов против 30 тысяч этих подонков гвельфов жуликов воров союзников пиратов и так далее и папы римского такое собственно пирата вруна мошенника католического и тому подобное 4 сентября 1260 года героические гибелины перебравившись через реку армию ударили по этим паскудным гвельфам и полностью их разбили вообще жестоко все эти 30 тысяч гвельфов были разбиты 20 тысячами гибелинов это великая победа она воспевается данте в его божественной комедии были уничтожены 10 тысяч просто гвельфов убили на поя более и 15 тысяч взяли в плен только 5 тысяч гвельфов смогли убежать то есть 10 тысяч гвельфов убили 15 тысяч взяли в плен потери гибелинов были минимальными а все это бегство началось после того как гибелины знаменосцев знаменосцев убили знамя упало и немедленно гвельфы побежали то есть вот в этих битвах средневековье важно было знамя тому уронители руководители убить после этого все бежали после битвы во флоренции произошло восстание 27 сентября гибелины во флоренции захватили город и все граждане присягнули на верность королю в самой флоренции была сильная партия гибелинов просто она периодически там терпела поражение там были также гвельфы то есть вообще-то данте это флорентийский гибелин но вот гибелины во флоренцию тоже захватили местные и начали жестоко там убивать гвельфов 18 ноября 1260 года папа римский отлучил там всех от церкви кто вот это все сделал разбил гвельфов но это совсем было похеру и более того начали гораздо больше там в ряды гибелина вступило то что папа римский регулярно отлучал гибелинов это все там игнорировали и поддерживали каждую свою партию ну и примерно до 1269 года продолжилось доминирование гибелинов в оттаскане и в шестьдесят девятом году там наоборот опять гвельфы нанесут им поражение о чем я возможно расскажу